да слетело видео не знаю почему кстати по поводу настроек вот что о чем я рассказывал эти полчаса бессмысленно вот файл user preferences все понятно вот это выходит в отдельный вот такое вот окно у нас на него закрой еще раз его накрою открой файл user preferences у нас выскакивает такой вот flow floating window летающие окно в котором вот допустим говорю что все я работаю нам на планшете и маленький у него экран и мне удобно когда с большими делаю себе эти окна кнопки его на общем допустим вот все настройки находится здесь вот все что по поводу настроек вот тут несколько этих тэбов за интерфейс за систему за файл куда сохранять что-то там когда ты что-то делаешь аддоны всякие плагины для блендера вот здесь вот и можно писать вот его название там и он тебе быстренько найдется тоже они разделяются по по своим что к чему относятся к интерфейсу 3d виду и вишки риггингу и тогда ладно это тоже все абсолютно сейчас не нужно так что о чем вообще я да я я пытаюсь объяснить блендеровский интерфейс так чтобы ни у кого это не вызывало никаких нервов плюсики давайте пройти плюсики вернемся наверное уже заметили что каждый плюсик это какая-то вот такая вот такой окошечка тэп ну вот тэпом я привык их называть вот тэпа ее можно вот двигать вот так вот раздвигать то есть ты их когда они тебе не нужны ты их просто вот так скрываешь как скрываешь как скрываешь вот когда появляется откуда значок такой стрелочки в два конца есть возможность манипулирования этим окошком вот точно такая же стрелочка появляется когда ты между двумя окошками какими-то окнами ты можешь их вот так вот двигать то еще скорее всего когда начнете пробовать играться с этими треугольничками можно насоздавать всякое вот такой вот извините меня херни и не понимать что с этим дальше делать как это чё как я хочу убрать у меня не убирается вот так уберется ну может быть но все равно какая-то херня надо с этим разобраться правильно с этим надо разобраться потому что вот как вот с этим разберетесь так ну берись же давай как с этим разберетесь так больше блендер перестанет быть для вас инопланетно на самом деле что я здесь понаделал мы просто на посоздавал новых окон если бы это было умышленно может быть мне так нужно было то есть задумано это одно дело другое дело когда ты просто пытаешься понять как эта вся фигня работает и тебя это все очень жутко пугает и расстраивает как допустим вот случилась такая ситуация вернуть это все исходное положение какое-то вот скорее разобраться как обратно это почему она так вот собственно произошло помните эти треугольнички эти треугольнички это рад мозгов конечно которые надо просто понять изучить и вот сейчас я объясню вот просто вот когда появляется такой вот крестик на этом треугольнички значит ты его вот и ты накликаешь мышкой конечно ты его захватил что ты можешь с ним сделать ты можешь либо новое окно создать либо слить два предыдущих только все зависит от того идешь ты в одном направлении или в обратном то есть если ты вот допустим это окно сейчас до теоретически его можно сдвинуть либо в бок либо вверх но уже учитывая направление в котором ты повел мышку блендер привязывается его можно вверх было бы да допустим то есть его можно вверх взять его можно в бок но она все дублируется и дублируется и что за фигня вот вот и что еще с этой вот этим как я его назвал полосчатым треугольничком то есть для чего он служит помимо того чтобы добавлять окна но и для того чтобы их убирать сокращать сливать вот я беру за этот треугольничек и я намерен его сейчас слить с окном которое вот ниже внизу под ним как это происходит вот еще раз на примере я хватаю и веду только вниз только туда куда мне нужно к тому окну с которым я хочу слить вы тут сейчас ненаглядно но тут появляется стрелочка такая стрелочка полупрозрачная просто на черном и и не видно на другом окне по в общем я вот схватил опустил и и тяну к этому окну вот видите вот она окрашивается он спрашивает меня мол какое с каким слить то есть это с этим или это с этим я не могу слить ничего бокове я никак потому что ну они ограничены просто своей геометрии что я не знаю как то есть вот я не могу два окна вот слить одно какое-то вот то вот допустим справа вот я сливаю короче все сейчас вам будет нагляднее про какую стрелочку я говорю вот еще раз я беру за этот треугольничек и веду влево я хочу слить вот с левым окном и видите появляется вот этого стрелочка вот когда эта стрелочка появляется 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 значит надо отпустить вот и у нас эти окна сливаются точно так же с этими двумя давайте нам не нужно два этих с дублированных одинаковых окна хватаем за эту за этот треугольничек вниз тут стрелочка появляется просто не видно и пацана сливать вот для чего это на самом деле нужно это 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 очень нужно на самом деле люди которые работают 3d редактора где такого нет не знают чего теряют но как минимум это позволяет просто организовать рабочий интерфейс под себя ну 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 прям вот как 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 ты хочешь ты заводишь в этом окне там видеть только только вид из камеры вот чтобы у меня был в этом окне хочу видеть текстурирование в этом окне это окно у меня рабочие вот и так то собственно для этого оно и служит допустим вот эти вот все окна которые я сейчас самостоятельно как вы себе настроить это все не зря но есть вот здесь всякие заготовки то есть допустим заготовка для просто трехмерного отображения заготовка для аниматора то есть вот ключевые кадры наша наш долг доп щит в котором и вот все наши ключевые кадры можем видеть здесь мы кривыми можем рисовать ну не рисовать смысле вот вот как как выглядят эти ключевые кадры с точки зрения кюрв эдитера редактора кривых то есть видите это все кривые каждая синяя красная зеленая это три оси которых мы работаем собственно в любом трехмерном редакторе вот и каждый вот из них вот пока я там вот рисовал вот двигал этот кубики записывал ну ладно это тоже наверно слишком слишком глубокие какие-то темы есть для видеоредактирования окно вот он сразу тебе икро заражировывает располагает так как в принципе должно быть предназначено смотря зачем ты работаешь с чем ты работаешь то есть ты ты можешь заниматься моделированием и у тебя своя раскладка интерфейса ты можешь заниматься текстурированием тебе тоже конечно же нужно видеть модель на тебе нужно чтобы окна были какие-то вот более удобными допустим тот image дитр который позволяет редактировать рисовать по текстуре вот этот вот ты можешь заниматься гейм лоджик это вообще раскладка для игрового движка блендер вообще построен на игровом движке у него есть свой игровой движок вот и тут вся такую мега алхимию мутит те кто в этом разбираются я все-таки художник скриптинг для программистов ну конечно же вот такая вот раскладка вот как выглядит может быть блендер из своих внутренностей вот и видеть инк это раскладка для текстурирования собственно собственно то что мы попытались себе создать самостоятельно то есть убран просто вот таймлайн потому что он не нужен тебе при работе максимально чтобы область рабочая для тебя была шутки видел больше пространства на экране вот и ничего лишнего ну а так то вообще вот изначально это вот дефолтная раскладка которую вот я уже тут нахимичил я еще раз покажу что вот я сливаю это окно с этим это сливаю с этим вот и в принципе мы видим вот такой вот изначальный интерфейс блендера вот ну что сделаю я паузу и скоро к вам вернусь вот и 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 вот Продолжение следует...